Всем привет и спасибо, что заглянули на мой канал. Достаточно спонтанное видео, меня так резко осенило, что хочется этим поделиться, и вот-вот я здесь. Сегодня хотелось бы поговорить с вами про буквально вчера вышедшее интервью новое у Надежды Стрелец с Еленой Пленовской, и не хотелось бы делать это в таком типичном формате, распространённом на Ютубе, где очень, скажем так, до каждой вещи докапываются... Я не имею ничего против, я обожаю такие вещи, сама смотрю про каждое почти интервью-разборы. Сегодня я бы хотела сделать разбор этого интервью на предмет полезности, который мы можем из этого видео вынести. Те, кто не будет досматривать до конца, расскажу сразу эту суперумную вещь, суперважную, про которую Елена говорила в этом новом интервью. Она говорила про зависть и про то, что, ну, допустим, почему кому-то какие-то вещи очень быстро приходят в жизнь, а кому-то этих вещей приходится долго ждать. И она рассказывала про свой опыт беременности, про свой опыт того, что несколько лет они не могли... у них не получалось завести ребёнка. И она рассказывала, что она смотрела на всех в своём окружении в какой-то момент, кто беременел, про знакомых, которые говорили ей про то, что «вот, да, мы ожидаем ребёнка». И она говорила, что она в моменте, когда это слышала, она не могла порадоваться. То есть эмоция, которая вызывалась у неё, она была исключительно негативной. Я поймался на том, что, получив очередную смс с двумя полосками, я просто разревелась в поезде от обиды, что «почему это не я? Когда кажется, такая несправедливость, и ты не сможешь порадоваться за других, ну как? Потому что у тебя этого нет». И я подумала, что это многим откликается в жизни каждого человека. Я уверена, есть что-то. Если у вас нет, поздравляю, это очень здорово. В принципе, мне зависть тоже была несвойственна. Я когда стала смотреть на людей, которые женятся, у которых свадьбы, то есть в какой-то момент до того, как у меня были какие-то отношения длительные, я на это смотрела и думала «поздравляю, круто, вышли замуж, молодцы, супер!» Потому что для меня это всегда было суперклассной темой. А здесь я в последнее время начала себя ловить на мысли, что я вижу, что кто-то женится или кому-то делают предложения. И первая мысль, которая у меня возникает — «почему?» Как это, знаете? «Почему он, а не я?» И мне показалось, что это очень ценным, что она сказала далее. Она рассказала, что в какой-то момент, когда она поймала себя на мысли, что у неё идёт негативная реакция, и как будто бы у неё… А она-то думала всегда, что это негативная реакция, и у неё как будто бы идёт эта негативная реакция на людей, у которых появилось то, что ей так хочется. А по факту для всей энергии, для всего мира как будто бы негатив и агрессия шла на вот этот сам процесс, на факт того, что человек забеременел. И то есть она сама как-то своими мыслями давала негатив вот этому и отдаляла наступление события. Но я уже тогда поняла, что это что-то неправильное, что я по сути даю такой посыл даже этому приходящему ребёнку, что я как будто бы не рада. И мне настолько это стрельнуло, потому что я поняла, что единственная вещь, которую я, можно сказать, вот этой негативом наделяю, это момент, когда кто-то, вижу кого-то с детьми, у меня как-то, знаете, вот это щемит сердце, или вижу, что кому-то сделали предложение, у кого-то свадьба, тоже щемит сердце. И я прям очень себя в этом узнала. И мне сразу захотелось абсолютно со всеми этим поделиться, что если у вас есть что-то, что кто-то купил новую машину, и вы сами, потому что очень хотите машину, и вы думаете, блин, почему он купил машину, а я не купил машину. Или же, там, какие другие ситуации, кто-то переехал в другую страну, и вы думаете, ах, да, вот он уехал, блин, в другую страну, а я не уехал. Мы тем самым, то есть для меня это такое открытие было, а мы тем самым как будто бы очень сильное наступление того, чего мы хотим, отдаляем. Потому что мы, как бы не сдерживая, не контролируя вот эту негативную реакцию, мы негатив переносим не на человека, который это достиг, как нам кажется, что мы на него это только переносим, а мы на всю идею и на всю вот эту вот цель мы её в такой тёмный цвет окрашиваем, что, конечно, она не придёт. И там ещё, она про это не говорила, но я считаю, что это прикольное упражнение, сама себе его придумала, сама себе его начала делать. Возможно, она даже этим делится в марафонах, потому что я лично её марафоны ни разу не проходила, но у меня много знакомых друзей проходили, и всякие полезности оттуда рассказывали. Вот, поэтому я нисколько никакого негатива не испытываю к марафонам, если кто-то оттуда что-то полезное подчеркнуть может. Так вот, какое упражнение? Если в моей теме, о которой я говорила, я стала просто заходить на профили людей, которые я видела, что не так давно вышли замуж, и те, кто вызывали у меня какой-то негатив, я начала смотреть более пристально фотографии, видео, и думать, что вот представьте же сейчас, как смотрю на девушку, знакомая как раз, не так давно вышла замуж, она как раз выкладывала фотографии, и я стала не поверхностно на это смотреть, как в тот раз, а вот я знаю, я помню её какой-то фидбэк, что у неё были там какие-то ужасные до этого, ну, нехорошие отношения. А вот этот молодой человек выглядит прям очень хорошим, что она так радуется на свадьбе. И я как бы не так, что, блин, как ты, ну, типа, могла почему ты, а не я, там, ты моложе, ла-ла-ла, вот это всё я это убрала, и я зафиксировалась на том, что, блин, как ты улыбаешься, как видно, что там у тебя такой красивый макияж, а ты сама занимаешься этой сферой, и раз тебе понравился макияж, то как бы ты-то профессионал своего дела тоже, и тебе понравился макияж, который тебе другой мастер сделал, и ты порадовалась в свой день. То есть начала какую-то, что ли, созидательную энергию посылать, и я даже вот сейчас об этом думаю, я думаю, мне так радостно за неё, искренне стало, хотя буквально ещё вчера, когда я до того, как я это всё посмотрела, я смотрела на это и думала, такая, та-та-та-та-та-та-та. Это была, наверное, самая ценная вещь, как минимум, я вот поэтому безумно рада, для меня это было как двухчасовой, знаете, интервью уже два часа длится, такая классная обучалка. Второе, ещё несколько вещей, которые я хотела прокомментировать, кстати, если вы поделитесь чем-то, что у вас вызывает такую эмоцию и почему, будет очень интересно почитать, поэтому расскажите мне, я с радостью почитаю. Ещё несколько вещей, про которые я хотела тоже прокомментировать, что мне понравилось, достаточно, скажем, уже мне понятная по жизни вещь, про фильтр, что какие-то большие события, крупные в нашей жизни, которыми мы делимся, например, через наше нарциссическое проявление, что вот она как рассказывала про день рождения, например, опять же, или про какую-то, да просто, знаете, на маленьком примере возьмём, вы что-то купили, дорогую сумку, например. Вот у меня, у подруги не так давно была ситуация, она мне рассказывала, что она купила сумку по ценовой категории выше, чем она обычно себе покупала сумки. И кто-то ей сказал, блин, здорово, классно, и одна подруга ей сказала, ты что, богачка? И вот это такой тоже фильтр. Я думаю, у всех у нас были такие ситуации, я что-то про себя сейчас не могу ничего вспомнить, давно мне никто не, знаете, не срал на хорошие моменты жизни какими-то негативными реакциями, видимо, все уже отфильтровались. Так вот, вот такие ситуации какие-то, где мы делаем что-то более классное для нас, у нас проявляется фильтр на людей. И я с этим тоже абсолютно согласна, потому что мы можем сразу отфильтровать. Люди, которые за нас искренне порадоваться не могут, люди, которые дают сразу какие-то мерзкие комментарии, ну, опять же, понятно, что если мы там купили что-то, извините, мне тут вещи просто, я вот вам покажу такой-то, на, смотри, там это, Дольче Габбана, ну, это у меня нет, ну, просто, например, Дольче Габбана, а ты нищеброд, у тебя нет Дольче Габбана. Понятно, что если вам кто-то знакомых в таком формате делится информацией о том, что он купил, ну, конечно, вы не порадуетесь за него, но если он в формате, блин, слушай, я так купил себе кофту, мне так хорошо, так радостно, так круто, и даже вот, блин, первый раз, первый раз вот эту дорогую кофту смог себе купить, и вам говорят, а, мажор саны, иу, а другой человек скажет, блин, здорово, да, ты там работал, да, даже если ты не работал, ты просто, не знаю, нашел, выиграл в лотерее 50, там, тысяч, пошел себе футболку купил, и вот ты радуешься, то есть люди, которые рядом с вами, логично было бы, чтобы они за вас порадовались, то есть вы же не виноваты, что, допустим, они сейчас не заработали на 50 тысяч за футболку, то есть, ну, как будто бы, я вот думаю, вот у меня кто-то из знакомых покупает там более дорогую машину, классную сумку, я думаю, офигеть, молодец, то есть с этим у меня как бы нет вот этого, вот почему она не я, здесь абсолютно спокойно в материальной части, вот, поэтому это тоже была классная такая умная мысль про то, что через какое-то вот это вот нарциссическое проявление, через что-то, чем мы делимся, у нас очень хороший фильтр на людей, наши эти люди или нет, то есть нравится ли нам реакция, которую мы получаем или нет, и таким образом через такие события мы можем очень хорошо людей отфильтровать на своих и чужих, скажем так, вот. И ещё одна вещь, которая мне очень понравилась, я сейчас подгляжу, я себе записала в заметках, а, ну ладно, очень смешной локальный прикол, если у меня будет кто-то из Ярославля смотреть про диплом экономиста, это было, я осмеялась до слёз, потому что ей говорили про корочки, корочки, которые, ну, про образование, что вот у тебя вот марафон такой-то, такой-то про дружбу, про отношения, это более психологические темы. И, конечно, к тебе есть претензии за то, что у тебя нет диплома психолога такого, как-то высшего образования, просто как доп. образования, и ты учишь чему-то такому психологическому. Понятно, что нет к тебе вопросов за курс, за марафон про финансы, потому что у тебя есть диплом экономиста. И как она реагирует на это и говорит, ты думаешь, что это диплом? Адя, ты реально считаешь, что это всё благодаря моему диплому экономическому? Поверь мне, образование тут вообще не сыграло никакой роли. Просто, ребята, мы с ней в одном университете учились, и я тоже так же скажу, если вы думаете, что это университет, это не университет. Он просто мимо проходил, потому что, ну, вы не знаете, вы не знаете, чему нас учили. Ничему. Вот, поэтому просто это забавно и... Ну, вот, ладно, это просто к тому, что если вы вдруг не поняли её такую реакцию, я, как выходец из того же университета, с того же факультета, заявляю вам, что это очень забавно, это очень смешно было для меня. Что ещё? Про праздник. Вот, одна из самых тоже ключевых классных вещей, которые мне очень понравились. Про день рождения её спрашивали, зачем, почему такой праздник, почему такой масштаб, почему она не подумала про других людей. И мне, в принципе, очень понравилась её позиция о том, что она сделала лучшее. Вот, то есть, то лучшее, которое сейчас для неё может быть, то есть, год назад самым лучшим для неё было что-то другое, там, два года назад, три года назад. Но в моменте, когда мы живём, мы должны выбирать для себя всё самое лучшее. Если отмотать назад и посмотреть, я всегда выбираю всё самое лучшее. Просто на этот момент самым лучшим было это. Но в первую очередь это про мою жизнь, а потом уже все остальные. То есть, почему, если вы можете себе позволить поехать на яхте, чтобы вам песни пел Таркан, господи, это моё просто, например, желание было бы, чтобы я была миллионершей, я бы просто заказала себе Таркана на праздник. Таркана, Джонни и Дженнифер Лопес. Представьте, вот такая вот упоротая вечеринка. Ну, вот, чтобы они вам пели песни, почему в моменте, а кто-то, допустим, может в этот день, для него вот максимум сейчас, тоже неплохо пойти и заказать прям 10 блюд в Макдональдсе. Почему он должен в моменте заказывать два, чтобы не обиделись его, допустим, соседи, если сейчас для него это самое лучшее? Она имеет право на самое лучшее. Она заработала деньги. Это же всё бизнес. То есть, ну, блин. Вот именно сама мысль, которую она подала, что мы должны выбирать для себя самое лучшее, и она для себя выбирает самое лучшее в моменте. Это мне очень понравилось. Вот именно эта формулировка. Да, кстати, скажу эту ремарку, пускай, чтобы не было лишних вопросов. Это, естественно, ну, если бы было проплачено, было бы приятно, но нет, это не проплачено. Абсолютно моё мнение буквально. Я вот обычная бывать, обычный обыватель, обычный человек, который посмотрел интервью, решила записать это видео. Марафоны я сама, как я вам уже сказала, я не проходила ни разу её, но слышала, поскольку она, кстати, она из моего города, мы все из Ярославля. Вот, и у меня мама проходила её марафон. Маме очень нравится, есть много, кому нравится, есть много, кто говорит, что это ерунда. Ну, как вот в интервью Надежда говорила, что у всех разное мнение. Но я отношусь к этому как? Я очень уважаю людей, которые сделали деньги, построили карьеру, империю какую-то, и, безусловно, её имя держать, инфоповоды держать огромное такое информационное поле вокруг себя, это очень сложно, и это нужно уметь. Вот, и знаешь, что она на самом деле из такой простой, ну, как бы вот просто из Ярославля, грубо говоря, в соседнее кафе ходила, что она добилась таких высот. Меня это очень радует, и я считаю как? Что если она делает марафоны, их кто-то покупает, ответственность не на ней за покупку, а на людях, которые это покупают. Вот. То есть если, допустим, люди тратят последние деньги вместо еды на марафон, это вопрос к людям, а не к ней. Потому что если бы она приходила в их дом, била их палкой, забирала у них из копилки деньги и уходила, это другое. Но до тех пор, пока люди сами берут свои деньги, переводят их на чей-то счёт, это ответственность людей. И она, в принципе, через всё интервью и через любое своё интервью всегда говорит, что я… Даже вот в интервью Собчак, кстати, было, её пыталась Ксения переубедить, а она и говорила, что это не… Он говорит, тебе не стыдно, что такая ответственность. Я тоже убеждена, что ответственность за человека лежит только на человеке, ни на ком другом. То есть кто бы вам что ни говорил, вы принимаете финальное решение всегда, диссижн, финальное решение всегда за вами. Вот. Это такое основное, что я хотела сказать. Это интервью было просто, на самом деле, более симпатичным, более такое… Особенно про какие-то моменты, где она так рассказывала, признавала свои какие-то комплексы, моменты. Вот. Поэтому интервью мне это очень зашло. И вот особенно за первую часть этого видео я очень сильно благодарна. Мне прям очень-очень-очень-очень это понравилось. Вот. Поэтому, да, такой, знаете, непсихологический обзор от обычного человека, который посмотрел интервью и решил поделиться. Спасибо Надежде, что вы взяли это интервью. Спасибо Елене, что она рассказала про это. Это в этом интервью. Спасибо Ксении, что она до этого взяла интервью такое дерзкое, и из-за этого появилось вот это интервью. В общем, всем спасибо. Спасибо камере, что сняла это видео. Спасибо интерьеру сзади, что он не был хаотичным. И да, камера, спасибо, что ты продержал зарядку и сейчас только моргаешь мне, что ты хочешь разрядиться. Поэтому, ребят, спасибо вам тоже отдельно. Огромное спасибо, что посмотрели видео. Возможно, даже до конца, значит, вы это слушаете. Спасибо вам большое. И да, если кто-то скучал по психологическим видео от непсихолога, оно о чему-то таком разговорном, жизненном, полезном, то пишите. Ну или не пишите, ставьте лайк. Ну или просто ничего не делайте. Просто надеюсь, что вам это помогло, потому что от души душевно в душу. Всем спасибо, ребят. Пока. Пока. Пока.